Буран далеко не копия американского шаттла, хотя внешне похож. Основа американской системы сам орбитальный корабль, установленный на топливном баке. Буран выводит в космос ракета энергия, которая может доставить на орбиту не только самолет, но и любую другую полезную нагрузку. В этом принципиальное отличие и преимущество перед американским шаттлом. Космические скорости и температуры, прочность и теплозащита, совмещение носителя и орбитального самолета. Все это было опробовано в сотнях экспериментов, проведенных специалистами Центрального аэрокидродинамического института имени Жуковского. Для этой цели в ЦАГе была построена гиперзвуковая аэродинамическая труба. Проведенные в аэродинамических трубах испытания обеспечили консульторов и проектировщиков Бурана исходными данными, необходимыми для решения всех задач совместного полета. Мы приглашаем на сцену член-корреспондента Российской Академии Наук Владимира Яковлевича Нейланда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну давайте я вам расскажу, как на самом деле все это происходило. К сожалению, сейчас моих, так сказать, партнеров, руководителей программы уже почти никого не осталось. Главный конструктор «Бурана» Глеб Евгеньевич Лозин-Лозинский умер, когда ему было 97 лет. Главный аэродинамик Женя Самсонов, рак левой височной части мозга, владычин Геннадий Павлович Ри, инсульт и так далее. Ну а что было на самом деле? Прежде всего, когда «Буран» приземлился 15 ноября 1988 года, он отклонился от средней линии посадочной полосы, меньше чем на 48 сантиметров, беспилотная посадка из космоса по самолетному, и остановился в полутора метрах от расчетной точки. Фантастическая точность приземления была обеспечена комплексными работами, главным образом, цаги наземными, леи летно-испытательные, испытания посадочной системы. Вот. Что такое аэродинамические трубы ЦАГИ? На систему энергии «Буран» было затрачено 70 тысяч испытаний. Надо сказать, что эта цифра громадная. Самые лучшие самолеты, Туполевская, Ильюшинская и так далее, когда создаются, там 15-20 тысяч испытаний в аэродинамических трубах бывает. В процессе этих испытаний были получены характеристики на всех режимах полета и разработаны методики пересчета того, что получается в аэродинамических трубах на условия натурного полета, что обеспечило необходимую точность приземления. Кроме того, были проведены испытания для решения натурные испытания крупномасштабных летающих моделей БОР-4 и БОР-5. Это совместно с ЛИИ. ЛИИ тут сыграло. Там Владычин управлял от ЛИИ этим процессом. Третий инсульт. БОР-4 использовался для того, чтобы методы определения тепловых потоков опробировать. Первый полет был в район озера Балхаш, потом в Индийский океан, когда уже все было, так сказать, ясно, в Черное море. Когда БОР-4 приземлялся на воду, ну, приземлялся, слово, конечно, неудачное, приводнялся, за границей начали писать, что русские собираются осуществлять посадку на воду. Ну, это ерунда, это, ну, времени мало, кто интересуется, потом расскажу. Это безнадежно. Теперь в ГЛИИ горизонтальные летные испытания, которые проводили летчики летно-испытательного института имени Громова, Волк там и другие товарищи. После того, как в САГИ были созданы тренажеры электронные, тоже 20 полетов. На самом деле, это бы запланировано было 20, на самом деле, пришлось там по некоторым техническим причинам совершить 24 полета. К чему все это привело? В САГИ накопился громадный опыт исследования в аэродинамических трубах, на режимах, которые для самолетов не были в достаточной мере исследованы. Как это не смешно, наиболее трудные задачи стояли в области трансзвуковых скоростей. Нагрузки на узлы связи «Бурана» с ракетой-носителем «Энергия» были всего 40 тонн, а американцев на шахте 80 тонн. А если не принимать специальных мер, то и за 100 тонн бы перевалило, и все бы развалилось и оторвалось. Аэродинамические трупы САГИ являлись основным инструментом. Он известен во всем мире. И вот известно, что во время Великой Отечественной войны, когда немцы наступали на Москву, в сбитом немецком самолете, нашли карту, где область города Жуковского была зоной, запрещенной для бомбометания. Уже фашисты понимали это, насколько ценным является экспериментальная база САГИ. Для исследования проблем прочности были созданы две очень важные установки. Большая тепловакуумная камбера ТПВК на 5000 для определения воздействия температур на прочность конструкции. И РК-1500 – это где акустические нагрузки на участки выведения, которые действуют на плитке теплозащитного покрытия. Там испытывались. Ну и кроме всего прочего, попутно были изобретены, изобретен новый класс гиперзвуковых аэртономических труб для исследования каталитических свойств теплозащитных покрытий. Вы знаете, мне сказали, что я должен были пять минут. Поэтому я не буду дальше распространяться. Я много чего мог бы рассказать. Только скажу, что одним из результатов полета урана был странный результат. В середине 90-х годов в УЦАГе образовался в связи с новыми экономическими условиями долг около 30 миллиардов рублей. Так вот, после того, как по приказу министра авиационной промышленности я делал доклад в Тейтене, в США, пошли иностранные контракты. 19 контрактов, которые мы выполнили для Европы, Америки, Азии, помогли нам ликвидировать все задолженности, выплатить отставание по зарплате. Вот такой результат. А когда меня спрашивают, зачем вообще, говоря, нужны эти аппараты, я отвечаю, то, что было показано в исследованиях. Пока грузопотоки небольшие, это не лучше, а может быть даже более затратно, чем одноразовые системы, которые сейчас работают. Но если орбитальные работы будут очень большими, то тогда будет необходимо делать многоразовые космические системы. Вот за пять минут больше не расскажешь. Спасибо большое, Владимир Яковлевич. Друзья, мы слышим, что вчера у Владимира Яковлевича был день растения. Мы поздравляем ему открытый сын, мы дарим ему замечательную книгу, вот альбом «Небо. Молодость» Жуковский на память о нашей сегодняшней встрече. Спасибо. Но вчера был гораздо более важный юбилей – начало наступления под Сталинградом. Еще одна подестанная данная. Молодцы, друзья. Аплодисменты. Спасибо.